Раб сказал, что мы должны стремиться быть в одном сердце. Что такое одно сердце? Одно сердце – это как мы обязаны ощущать себя связанными, и что в связи между нами мы раскрываем Творца как силу одного единого-единственного в всей реальности, который включает в себя всю реальность, центр всей реальности. И когда мы соединяемся между нами, у нас есть возможность направить себя на центр реальности, на Творца. И все мы стремимся, благодаря объединению между нами, к тому, чтобы направлять себя на центр. Когда мы приходим на встречу десятки, всегда есть внутренняя подготовка, которую совершает человек. Но когда мы приходим на встречу, это уже омывание в общем потоке. Очень трудно держаться в этих точках, куда нас направляет Рав, чтобы быть в одном сердце, стремиться к такой молитве. Как человек держится в эти полчаса всего лишь, которые есть десятки, это тоже немного, в наставлениях Рава, когда это всегда поглощается чем-то, ты выходишь, как бы всегда чувствуешь, что ты что-то упустил. Я не понимаю, почему полчаса. Можно быть в этом всю жизнь. Это с одной стороны. С другой стороны, что мы еще можем делать тут в этом мире? Все остальные действия, которые есть у нас, это только как помехи, из которых мы должны сделать какой-то фон, чтобы над этим фоном мы работали бы в объединении между нами и с Творцом. Все остальное – это вещи второстепенные, которые я обязан исполнять. Но, в общем, то, что дорого мне, это объединение между нами и с Творцом. Как это удерживается как внешнюю оболочку всего, что у тебя происходит в жизни? Я удерживаюсь в этом направлении, потому что нет у меня в жизни иначе никакой общей цели. Никакой цели. А зачем я живу? Чтобы прийти к состоянию, когда Творец находится в центре жизни, и к нему я хочу прийти, и все остальное, что происходит со мной, это, в общем, те внешние условия, над которыми я должен прийти к Творцу. Так, по сути дела, все, что происходит в жизни, этот Творец спрашивает тебя, насколько ты хочешь, меня? Как бы, да. Пробуждает, на всякий раз, вопросы или свойства, глядя на которые, я выясняю для себя, насколько мне важна цель жизни, Творец как источник жизни и так далее. Я все время, по сути дела, выясняю это. Спасибо. Нечего человеку больше делать в своей жизни. Или он оторван, и тогда он выясняет эти вещи, тоже духовные, но уже в материальном облачении. Это очень далеко от продвижения настоящего. Да. Так, когда человек в таком втором состоянии, которое описал Рав, когда он в своей материальной жизни, как совершить этот переход? Как тебе держать это как самое высшее, что это твоё чувство и сердце? И не давать материальной жизни вдруг унести потоком. Это то, что мы пытаемся сделать на наших встречах и стремимся к этому. Но есть трудность совершить переход психологический даже, но чтобы всё остальное... Это была высшая оболочка для остальной жизни твоей. Постарайся каждый день, каждый день, несколько раз не возвращаться к этому, и ты увидишь, что ты становишься просто... Просто вворачиваешь одно в другое, материальную жизнь духовную. Спасибо.